всех приветствую сегодня поговорим про моталки потому как нет нет да у меня спрашивают что там и как и я что-то прикинул по моему из нескольких сотен видео ни одной нет ни одного видео нету именно по моталку надо этот пробел заполнить так моталка она на шитье никоим образом не влияет конечно можно и без моталки шить но если она есть она должна быть исправна это у меня вот нету на некоторых штуки две-три машинки у меня вообще без моталок но на них не найти там два зингера древних вот 66 зингер где я найду на него моталку и также у меня на сапожном зингере нет моталки еще на двух зингерах ну я уже вышел из положения показывал как шуруповерт длинный винт на него на 2 на гаечке шпулька и наматывается легко и просто так ну начнем пмзш на самые распространенные моталки ремонт и обслуживание этой моталки ну начинается вот сейчас вот допустим этот у меня старая какая-то лежит какого-то донора разобрана вот здесь вот ниточки попали видите надо все очистить от ниточек для начала и вот здесь есть отверстие смазочная капельку масла сюда вот все она начала крутиться и как правило 90 процентов неисправности заключается в том что вот здесь есть сектор и винт регулировочный просто напросто моталочка не достает до маховика а почему потому что она сместилась в этом секторе тут элементарно берем отверточку ослабляем и прижимаем но туда держим вот этот рычажок держит и вот так вот ее видите она двигается прижали ее где-то чуть больше чем середина и зафиксировали все она сейчас будет прижиматься и крутится легко и непринужденно ну естественно бывает что вот эти винты ослабляются тоже на работает некорректно вот это вот эти винты все протягиваем все более по этим моталкам пмзшным мне сказать более ничего идем далее далее переходим в чайковский ну по старшинству это вот такая моталка у чайки 3 и умаливает ну она тут простенькая тут ничего сложного она вот так откидывается на вот эту педальку нажимаем она откидывается тут регулировки какие тут вот только вот этой скобочкой мы регулируем она видите вот подвижность это степень намотки вот этим винтом регулируется его можно подогнуть этот скобочка служит для отключения для отключения механизма моталки и и можно подогнуть чуть-чуть и отключаться будет позже все с этими с этой моталкой тоже тут также есть смазочное отверстие сюда капельку масла и все здесь более ломаться нечем тут единственному может что-то потеряться только это уже другой вопрос а так она надежно она не ломается могут отломить и еще встречались все более тут ничего не сломается так а вот с этими чайки вот с такой моталкой тут все гораздо сложнее ну каком плане сложнее том плане что вот это вот дурацкая поворотная пружина вот это вот пружина имеет свойство выскакивать вот она вот так вот выскочит сейчас я сверху включу этот плохо вижу счет мне свет не горит включить в сеть так вот как мы видим не знаю каким образом но бывает что пружина вот так вот выскакивает падает и все а это вот главная часть в этой моталке но она будет конечно работать ну как тут не подожмешь не удобно если вот в этой машинке можно принудительно колесико придавливать и она будет работать здесь как-то это проблематично поэтому я давно уже вышел из положения у нас есть магазин такой гвоздилка называется там стенд пружин вот это поворотная пружина я покупаю штук пять таких пружин кончается еще еду покупаю уйди на и вот она вот таким образом здесь подогнул обрезал здесь подогнут загнул тоже обрезал и все она прекрасно работает вот ну и соответственно у этой моталки есть тоже смазочное отверстие вот она вот она вот с внутренней стороны вот она капельку сюда капаем ну вот его сверху даже можно порой бывает этого достаточно чтобы она заработала капельку масла и вот здесь еще есть регулировочный винт тоже степень наполняемости регулируется шпульки самой тоже тут регулировочный винт фиксируется в принципе даже вот на многих потерян и работает все равно даже без этой зарчасти ну есть самые древние вот на пмз моталочки ну тут у данного экземпляра отломан нити укладчик вот его нет где его возьму тут тоже сильно то регулировок никаких прижим тут регулируется так вручную тут только смазка 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 ну и вот здесь вот нити укладчик если бы он был в комплекте здесь тоже протяжка регулировок тут никаких только чисто протянуть как правило эти моталки они работают если только они в комплекте тоже тут чисткой смазка все так ну и семья пара немецких еще машина сейчас их рассмотрим если сниму крышки верхние ну вот есть у меня 80 14 43 машина но у нее здесь тоже ничего такого что могло бы сломаться единство на этом экземпляре отсутствует резинка но так как штатную не найти мне вот все некогда на эти то я нахожу вот на эти это 51 класс эти манжеты от гидравлики это можно найти ну и на эту найду просто я в этот магазин что-то у меня дороги не было на авторынке на нее подберу на только замерить здесь 30 здесь 26 здесь полу 32 что ли диаметр вот это кстати стоит не родная это вот уже менее на на 51 зингер ой зингер заговорился с этими зингерами на кейлер 51 здесь тоже все единственное вот это подвижная ее можно провернуть она бывает что смещается вот этот флажок уже тут довольно таки мудреная система тут две пружины вот здесь регулировочные два винта но это вот два винта вот этот вот втулка на пружине отвечает за включение выключение ну тоже сломанные видел мы тут брала я пассатижи гнул все тут делал чтобы работала все все тут довольно таки система не совсем простая 2 2 пружины но это чисто и по-немецки немцы очень любит усложнять зачем делать из десяти деталей как допустим вот здесь вот все легко и просто вот они здесь наворотили вот этим не что на веритасах что написать первым не моталки абсолютно не нравится вот такого плана здесь вот гораздо проще проще значит надежнее вот на 8 14 43 это веритасе а вот 26 35 веритасы вот здесь одинаково что какой 51 ничего хорошего ну вот коротенько по моталкам так рассказал что вспомнил если что-то я упустил задавайте вопросы я отвечу все пока